Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения требований пожарной безопасности после взрыва на российском танкере генерал Ази Асланов в Азовском море. Судно с сильно поврежденной палубой отбуксировали на якорную стоянку, передает пресс-служба ведомства. Судьба трех членов экипажа – матроса, ботсмана и практиканта, которых в результате взрыва выбросила за борт, до сих пор неизвестно. К поискам пропавших привлекли семь морских судов и два вертолета Ми-8. Взрыв на танкере генерал Ази Асланов в Азовском море в устье Керченского пролива произошел в субботу вечером. Танкер 2005 года постройки следовал из порта Кавказ в порт Ростов. По информации судовладельца, произошло повреждение правого борта. По информации морского спасательного подцентра Тамань, в результате взрыва образовалась пробоина размером до 12 метров, сообщил министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов. На борту находились 13 человек, 10 из них удалось спасти, трое пропали без вести. Для оказания помощи к месту происшествия направились судно Братск, Сириус, Григорий Бугров, Сормовский 3058, Волганец 146, Импульс и Меркурий. В пресс-службе МЧС уточнили, ЧП произошло в акватории Азовского моря в зоне ответственности Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю. Однако в Крымском управлении чрезвычайного ведомства немедленно организовали работу оперативного штаба для оказания помощи. К месту происшествия направился катер Крымского морского спецотряда Дмитрий Михайлик. В район поисковых работ вылетел борт Ми-8 МЧС России с четырьмя специалистами Крымспас по беспарашютному десантированию. К сожалению, пока поисковые работы результатов не дали. Для ликвидации последствий привлечены 156 человек и 22 единицы техники.